25 сентября в парке Зелёный остров прошли региональные соревнования общероссийского проекта «Северная ходьба. Новый образ жизни». Он реализуется в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». А мечи шагали в ногу со всей страной. На старт дистанции в 2 километра вышли более 60 поклонников «Северной ходьбы», представлявшие 6 команд. «Полезность обуславливается, наверное, универсальностью такого вида двигательной активности, потому что не нужны особо какие-то навыки, которые необходимы в хоккее, либо в лыжном спорте. Буквально уметь ходить, что мы, в принципе, от природы все умеем, но немножко научиться правильно, скажем так, постановке палочек, ходить с палочками. Ну а полезность, опять-таки, ходьба, как основной вид двигательной активности, задействует почти все мышцы, а плюс князская ходьба задействует до 90% всех мышц. Первыми в путь двинулись ходоки из команды Нововаршавского района. Группа энтузиастов сформировалась из сотрудников местной центральной клинической больницы. Всех объединил отличный мотив – желание получать позитивные эмоции и укреплять свое здоровье. Тут своя тактика, выброс руки, ноги, стопа должна, как бы, ну, все в тактике, в тандеме должно. И организм весь действительно работает. Вот сейчас вот пять кругов прошел по 400 метров, весь горит, все тело горит, мышцы все разогрел. Участники события не только боролись за награды, но и совершенствовали свои навыки северной ходьбы благодаря подсказкам судей и экспертов. Здесь нужно в какой-то пружинищий ритм войти между руками и ногами. Ты и не летишь, и не бежишь, и не шагаешь. Вот что-то между спортивной ходьбой и бегом, может быть, чуть-чуть, если умеешь пружинить, бегаешь. Лучший командный результат показала сборная Сибгувка, в которую вошли преподаватели университета и училища Олимпийского резерва. Призовые места заняли команды Бригантина и сибирские ходоки. Редактор субтитров А.Семкин